В университетской клинике стартовала кампания по вакцинации от гриппа. Ни для кого не секрет, что это острое респираторное вирусное заболевание подвергает опасности людей всех возрастов. В России сезон гриппа начинается примерно в ноябре-декабре, но специалисты рекомендуют позаботиться об иммунитете заранее. Тем более сам процесс занимает минимум времени и обоюдных усилий. Тем, кто не имеет возможности самостоятельно посетить клинику, переживать не стоит. Медицинские работники униклиники позаботились и об этом. Началась у нас прививочная кампания, как всегда, в это время, в конце августа-начало сентября, от гриппа в преддверии сезона. Обязательно нужно вакцинироваться, потому что это является самым простым методом профилактики против такого серьезного заболевания, как грипп. Мы его все знаем, каждый год мы с ним встречаемся, но легкомысленно к нему относиться нельзя. Это все-таки серьезное заболевание, которое в 10% вызывает гриппозную пневмонию, которая может закончиться и летальным исходом. Особое внимание вакцинации нужно уделить людям, которые находятся в группе риска. А именно, людям со слабым иммунитетом, хроническими, почечными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также людям, которые страдают сахарным диабетом. Однако есть категория населения, которым прививаться противопоказано. При имеющейся аллергии на куриный белок это невозможно, ведь состав вакцины основан на курином эмбрионе. Данные вакцины, сувигрипп, к которой мы прививаем наше прикрепленное население, оно рассчитано на взрослое население, начиная с 18 лет. То есть, соответственно, детей мы этой вакциной не прививаем. Для детей есть своя специальная вакцина. И еще есть группа лиц, которые ранее, например, дали сильную аллергическую реакцию на такую вакцинацию. Нельзя прививаться во время острых заболеваний, когда температура, когда обострение хронических заболеваний. По истечении обострения через две недели уже можно привиться будет. Опасаться гриппа и защищаться от него необходимо также из-за штаммов вируса. Например, последняя масштабная волна гриппа прошлась в 2010 году и унесла за собой большое количество жизней. Благодаря современной медицине и тому, что население планеты все чаще идет прививаться, штамм, который в простонародье называют свиным, уже не так опасен. К сегодняшнему дню он уже превратился в обычный сезонный грипп. То есть все равно он протекает достаточно серьезно. Особенно у группы лиц, которые входят в группу риска. То есть уже часто болеющие, у кого свои заболевания хронические имеются. Свиной грипп может сломить иммунитет даже самого здорового человека. Вирусная пневмония, поражение сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, постоянная тошнота и диарея. Такие возможные последствия сильно превалируют над типичным страхом людей к вакцинации, учитывая, что прививка максимально безопасна. Грипп он охватывает весь земной шар, поэтому называется пандемия гриппа. И каждый год он мутирует, и каждый год появляются новые штаммы. Поэтому мы ежегодно прививаем разными новыми штаммами. И эти штаммы рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Привиться можно в униклинике Казанского федерального университета по адресу Вишневского 2А. В будни с 8 утра до восьми вечера, выходные с 9 утра до трех часов дня. Подробнее по телефону 233-3200. Валерия Карташова, Фарид Захид Оглы, Универньюз.